Здравствуйте, друзья! Давно не виделись. Дело в том, что я болел, потом работал, потом болел, потом опять работал. И вот так по кругу, и не было времени на то, чтобы выпускать ролики каждый день в 20.00. Вы можете слышать до сих пор, что голос у меня, так знаете, немного, ну, как будто бы начал ломаться, но он уже как бы сломался. И у меня вместо моего вот этого, знаете ли, приятного, нежного голоса, который всегда до этого был в видеороликах, которые выходили там каждый день в 20.00, либо немного попозже, он стал немного грубее, немного строже, немного хуже и так далее. Я глубочайше извиняюсь за это упущение, за то, что до сих пор не смог выздороветь, так сказать, ну, вот к этому моменту. Я все ждал, все думал, что вот, наконец-таки я там к пятнице или к какому-нибудь еще вот этому всему моменту я выздоровлю, и наконец-то все будет хорошо. Мне в самом деле уже намного получше, уже даже кашля нет, но вот горло еще все-таки не прошло, и хорошо, что голос, так знаете, особо сильно не срывается. Я могу там проговорить хотя бы, ну, минуты две или три, в общем-то. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на мой канал или отписывайтесь на мой канал, чтобы я, ну, быстрее выздоровел, и чтобы все было намного лучше, чтобы все было намного быстрее, чтобы все у всех всегда было, ну, замечательно, отлично и хорошо. Особенно, кстати, у меня также, скидывайте мне деньги, вот, карту Пушкинскую вы сейчас видите в моем инстаграме, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на все прочие вещи, чтобы все всегда было замечательно, хорошо, круто и так далее, и чтобы все было, ну, у всех всегда, ну, в общем-то, чтобы всегда все у всех было круто, замечательно, отлично, круто. Ну, давайте перейдем уже к самой аналитике. Вот сегодня мне бы хотелось провести аналитику некую, то есть вы можете подумать, чего ты вообще с ума сошел, температура что ли еще не вспала? Нет, температуры у меня не было, все было отлично, просто все было немного хуёво, вот, но температуры у меня не было, ее нет и сейчас, хотя я не знаю, давно не мерил, но сегодня мне бы хотелось провести такую, знаете, небольшую аналитику на тему Black Rush и 1 сентября. Как вы знаете, 1 сентября все школьники, одноклассники, возможно, ваши одногруппники, там, я не знаю, одностуденческие, вот эти вот все однопартийцы и так далее, они все идут в школу, там, на работу, в институт, в колледж, в Шарагу, в Шарашкину контроль, кто-то на зону, возможно, идет, а все прочие вещи, в общем-то, ну, я думаю, что вы все это понимаете, так или иначе. И вот сегодня мне бы хотелось вообще посмотреть, насколько сильно, что вообще стало с онлайном Black Rush после 1 сентября, как он упал, как он возвысился, что вообще произошло, что вообще случилось и что из всего этого нужно делать дальше, чтобы, типа, ну, не допускать больше таких ошибок, проблем и всего прочего, потому что, как вы можете знать, если, ну, допускать ошибки, то это будет все очень плохо, очень фигово и так далее. Я бы вот перед тем, как уже перейти к, так сказать, смотрю всего этого онлайна, делаю у нее каких-нибудь выводов и так далее, я бы хотел сказать, что Black Rush это не резон РП, как бы это ни было, типа, логично и так далее, это не резон РП. И играть на Black Rush можно с телефона, а телефон есть у всех, и, разумеется, в школу каждый уже носит телефон, у всех, я более чем уверен, что у каждого школьника уже есть пауэрбанки, которые они там с собой берут, играют там, я не знаю, на уроках в Brawl Stars, на переменах в Black Rush, либо же наоборот. И, в общем-то, я не думаю, что после всего этого онлайн должен очень сильно просить. Ладно, кого я обманываю, я, на самом деле, уже давно видел онлайн, я за всем этим, за всей этой ситуацией следил, и, как бы, я все это более-менее так вот понимал. Странно, что, я сейчас говорю про 1 сентября, а ролик, типа, выйдет, ну, было бы хорошо, если он выйдет 3 сентября, но, по факту, он может выйти и 4, и 5, и 6, и 89, и было бы неплохо, если бы ролик такой вообще вышел, потому что, лично, я считаю, что, ну, все, ну, я не знаю, мой монтаж, то, как я монтирую, то, как я ко всему этому подхожу, особенно в период того, когда я, типа, ну, вроде как болею, а, может быть, и не болею, то есть, ну, хотелось бы, чтобы, ну, все было нормально. Так вот, переходим на официальный сайт BlackRush, и что мы можем увидеть? На первом сервере BlackRush 998 онлайн, мы видим, что просил немного. На втором сервере BlackRush 999, на третьем 999, на четвертом 999, то есть, мы видим, что онлайн, он не везде составляет тысячу игроков. Я даже сейчас, вот, во время записи делаю скриншот, чтобы потом мне никто не говорил, типа, чё, ты говоришь, что онлайн 998, а на скриншоте там показываешь, я не знаю, там, тысячу онлайн и так далее. Вот по состоянию сейчас, когда я зашел весь этот онлайн посмотреть, проверить и так далее, то, ну, типа, он немного упал, то есть, на человека, на два человека, на три человека, возможно, там, я не знаю, у кого-то интернет плохой, фиговый и так далее, возможно, у кого-то еще что-то такое прочее. Но, в общем-то, по итогу всего этого видеоролика я могу сказать вам вот что. Онлайн не особо сильно упал, потому что BlackRush, она, ну, как вам сказать, она не зависит от компьютера, то есть, ты везде, в BlackRush ты можешь играть абсолютно точно везде, особенно сейчас, когда я смотрю данный онлайн уже после того, как, разумеется, наверное, уже все вернулись со школы, с линейки, со всего прочего, и, в общем-то, уже у всех все хорошо. Ну, ладно, я думаю, что на этом данный видеоролик можно заканчивать. Пишите свое мнение по всем вот этим вот поводам и по всем вот этим доводам и по всему тому прочему в комментариях. BlackRush, сервак Индиго, я играю на нем, это 11 сервак, там есть мой никнейм, Данила КПРФ, там есть мой промокод, хэштег ЗДС, поэтому вводите все эти никнеймы, буквы, цифры и так далее, для того, чтобы получать всякие бонусы на проекте BlackRush на сервере Индиго. Я играю только на нем, это 11 сервак, скачайте лаунчер, вы можете по ссылке в описании, скачивайте его только по моей ссылке и все у вас будет хорошо и круто. Всем пока и до свидания.